всем здорова ребят добро пожаловать на мод age of the ring сегодня я вам расскажу про изменения которые затронули лот лориан в новом патче ведь по сути теперь лот лориан фракция с уникальным развитием их уже две в моде долгу дур и лориан вот система отличная и одновременно очень плохая отличная в плане задумки то есть идея мне очень сильно нравится нечто похожее хотели для нашего лори наделать но вот реализации и к сожалению оставляет желать лучше значит в чем она заключается теперь боевые здания это ресурсное здание вы строите малорн теперь вместо рабочих у нас певицы они я не знаю как это объяснить они видимо поют и здание само растет наверное таким образом вот значит вы строите малорн и у него есть четыре варианта апгрейда по дефолту он приносит только часть ресурсов и стоит он дешевле чем другие фермы других фракций то есть 200 монет за 150 монет вы получаете очки командования которые у меня не видите потому что чит включен и также увеличение дохода сферами но есть несколько проблем во первых почему-то этот апгрейд стоит 150 монет и получается что за то же здание что у других фракций вы платите на 50 монет дороже из-за чего вы медленнее развиваетесь это первая проблема видимо чтобы это как-то компенсировать у вас есть несколько апгрейдов после того как вы сделали малорн ну вообще вы можете эти апгрейды делать на любое здание на любое из здание из малорна вот но в нашем случае мы посмотрим сейчас за еще за 150 монет вы можете получить обилку которая станет всех юнитов вокруг малорна на 5 секунд и не спешите бугуртить я сначала тоже думал что это имба но малорна очень быстро падает так как ну так как и все ресурсные здания собственно но из-за того что лориан страдает из-за нехватки ресурсов это никак не помогает задефаться по крайней мере мне не помогало поэтому я не считаю что это имба некая компенсация вот ну и получается что если вы хотите то вы на каждый малорн тратите по 500 монет по 500 монет просто вдумайтесь это огромные деньги которые вы назад не получите кроме того вы можете еще несколько приятных фич получить например за 300 монет вы можете сделать из малорна фонтан это очень хорошо еще 300 монет можете потратить и малорн будет дамажить метов вокруг себя дамаг слабый поэтому нет не рассчитываете но тут есть еще одна фича она дает вам 33 процента дамага в смысле зданию не не лидерка на войска а здание становится крепче и за 500 монет вы сможете получить дополнительную обилку которая призовет стражников которые будут защищать этот малорн они копейщики поэтому я не совсем понимаю в чем их смысл то есть отмечников они как бы не должны вас дефать но может они время могут потянуть хоть немного короче последний апгрейд под вопросом а в целом все апгрейды на мой взгляд полезны кстати котик от подписчиков не думайте что я забыл вот идем дальше какие ланы здесь построим как и у большинства фракций вам нужно кузница кузнецу вы можете сделать за 300 монет собственно тут такая же система ставите ее и ждете пока она прокачается мне это не нравится но ничего не поделаешь вот но зато флаги можно сразу и довольно дешево получить вот и как обычно кузнецы дает скидку на грейды а малорн и дают скидку на ничего ну окей тут все понятно те же грейды идем дальше еще есть два варианта это конюшня и барак и тут мы переходим к ко второй проблеме этой новой функции развития значит вы можете за 200 монет получить барак который вам будет постоянно приносить деньги но как не грейджный малорн то есть по 15 монет вы будете получать отсюда и вы сможете строить юнитов ну и получить 25 очков команды от барака то есть обычный обычный барак вот а если вы потратить 400 монет то вы получите конюшню и она также будет приносить вам деньги и давать 25 очков команды мне и здесь и здесь также доступны эти апгрейды и это вторая наша проблема возможно разработчики забыли а возможно специально так сделали но выживаемость барака ничем не отличается от выживаемости малорна то есть любой дурак может прибежать к вам на базу и очень быстро если вы не играли в аутер то просто попробуйте снести малорн ну поиграйте в смысле это так агитирую снесите малорн и поймете что с такой же скоростью снесется барак это просто ужасно я пытался тратить деньги на него вот эти 33 брони получить но это не особо помогает и идем дальше третья проблема так как это малорн на него работает по резкой экономики и вы себе то есть бараками вы себе еще больше режете экономику то есть вы тратите больше денег на экономику вам ее сложнее защитить если вы хотите ее защитить вы вкладываете еще больше денег которых вам не хватает и у вас меньше будет в целом денег приходить из-за порезки экономики то есть сама система мне очень нравится но реализация ее крайне отвратительно сделано мы сравнивали с ежом в дуэли у него больше у него было больше ресурсных зданий чем у меня и при этом они приносили больше денег чем мои если вдруг вы не поняли должно быть наоборот то есть тут нуд система такая вот три типа очень сильная порезка чем меньше у вас зданий тем больше они дают денег чем больше у вас зданий тем меньше они дают денег и вот когда у тебя на несколько сотен предел населения меньше ты ничего из этого не выигрываешь а только проигрываешь бабосов не хватает от этого очень очень грустно теперь переходим по юнитам тут некоторые юниты остались такие же как и были если вы помните раньше лориан играл без мечников почему-то разрабам утра не нравятся мечники лориана видимо они поняли что играть постоянно от дефа кемперить это не очень весело поэтому они добавили вот такого вот юнита товар вайт если я правильно прочитал этот опорщики целом я ничего против не имею но лично мне кажется что эльфы с мечами как-то более эстетично смотрятся победе они с мечами тут что ли по в чем прикол а тут топоры нарисованы а тут в перемешку я понял то есть я частично неправ лично на мой взгляд вот это эльф а это скорее роханец с лицом эльфа как-то не знаю негоже эльфом таким типа изысканным челиком использовать такое грубое оружие вот в целом юниты хороши по большей части ну типа насколько это можно для т1 рашет относительно нормально если бы не было проблем с экономикой то мне бы даже фрака нравилось на т2 вы строите варденов и невидимых женщин ассасинш и на т3 вы строите имболучников то есть тут все понятно у варденов есть обилка которая дает им стойку на броню и режет скорость бега вот у этих барышень я к сожалению так и не протестил на старом патче это была дичайшая имба жалеем не могу или могу качнуть а могу 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 вот это на втором левеле может быть сейчас это работает уже по-другому но раньше я мог в невидимости получая 125 процентов бонусного урона драться повторюсь в невидимости то есть я просто построил четыре отряда и пошел противнику крепость нес он этого не видел он видит что хп снимается но ничего поделать не может тут также написано что они держатся в невидимости но в общем ссоре не могу не подтвердить не опровергнуть но вот такой вот юнит потенциально имба ну и галадрим и у них есть обилка переключиться на меч как бы как обычно у них огромный урон собственно т3 лучники тут у всех все так я про все фракции говорю типа все лучники т2 или т3 очень большой урон наносит и в конюшне вы можете строить night на литрил это всадники и вы можете этим всадником всего лишь за соточку сделать апгрейд чтобы они умели стрелять к сожалению апгрейд постоянный было бы кайфово если бы они умели переключаться ну то есть все таки конные лучники получают много урона когда давит обычные всадники нет в целом хорошая конница дешевая очень сколько мы тратим она мы тратим 600 на конюшне то есть хотя бы адекватный выход в них но в целом они дешевые можно рано построить от начальных видов помогут дефаться что всадники что конные лучники и дети помогут но а как только противник выйдет в дорогих лучников тома ведь челы будут абсолютно бесполезными вот но это еще не все есть здание которые рабочий может строить сам я им пока что не пользовался в нем апгрейды и мне сказали что тут есть юниты значит первый апгрейд вы его а это даже не апгрейд это как ну точнее это апгрейд но за деньги значит юниты которых вы укажете постоянно получает 15 радиуса атаки 25 видимости и иммунитет к ужасу то есть к стану но при этом они теряют 33 процента опыта в принципе норм лично мне как бы пофиг что они будут медленнее качаться а можно стачить как видите отлично тут почему-то этот ворван плейд написано но это маленькая недоработка я к этому придираться не стану вот но вы видите эффект прикольно нормально вот очень даже неплохой хотя если бы здесь еще урончик был не но в целом неплохой неплохой баф вот есть еще 2 для этого вам нужно будет заглядить 2 логового этого здания сейчас быстренько все сделаем вот вы можете дать вашим юнитом новую броню также стачится эта броня даст им улучшенный автохил на 50 процентов по всей видимости эльфы тут могут хилиться если вы вдруг забыли то ванили эльфы со второго левела сами исцелялись кроме того они получают 50 единиц здоровья и отбивают процент урона который они получают как король чародей где-то я это уже видел но при этом они теряют 10 скорости бега я прошу прощения в целом порезка 10 процентов урона конечно неприятное но по идее это не так страшно 50 здоровья ну в общем спорная штука но думаю кидать можно 10 процентов скорости бега перри переживете я бы пережил кроме того можно строить вот такого вот юнита алкар вен она дает лидерку калдриэли 15 процентов брони вот это очень необычно а зачем не устроить ну ладно она видимо может драться в ближнем бою так как у нее щит и меч в руках у нее 2000 хп что неплохо и вы можете ее грейдить если вы за грейдите глефу то она будет бить сплэшом но не сильным тут написано каждый раз когда она атакует она бафает милишных то есть юнитов ближнего боя лорина на 5 процентов дамага и на 8 секунд и это стачится 4 раза то есть всего 20 процентов дамага ну 450 она неплохо в целом неплохо как такой берс правда еще три сотки вложить мне не особо это нравится но если она долго будет жить то на разменах ты один думит гейма это может помочь вам придется вкинуть ну не хило так это вместо героя получается вместо первого героя да вы потратите 1450 на это все мы посмотрим я как-нибудь попробую поиграть но пока что мне лорин просто кажется слишком говном чтобы за него можно было хоть как-то жить дальше на третьем левеле значит она получает фрагмент силы мнения не знаю как это устроено типа на кусочек кольца галадрия ли откусит или может в лоре кольцо потом раскололась или чего ну в общем есть есть знатоки лора то объясните мне пожалуйста в комментариях забайтил вот и что же это дает это отбрасывает и наносит небольшой урон юнитом по прямой линии мы можем на бедных гоблин сах протестировать как это работает и на втором левеле она умеет исцеляться вне боя как большинство тут юнитов но он патчем я проверим дальше вы можете строить конницу за тысячу и но это требует второй левел этого здания и по всей видимости это т3 конница потому что у гондора такая же конница ну смысле не такая же конница которая стоит 1000 и 100 очков командования она открывается с третьего тира вот а победите возьми пожалуйста на вала что ну а короче на автокаст можно ставить ну как то так ну какая-то короче какая-то обилка вот ну не стану бугордить насчет баланса я уже устал но в общем если это такая же конница как у гондора то вот мы играли с зирелем он ее построил в начале игры мы просто играли за эту фракцию серая компания он играл точнее и там она доступна сразу же вот эта конница 3 3 тира полонтира она доступна сразу же он ее построил проехал сквозь моих копейщиков и убил всех моих лучников и мой пукан взорвался аки и ядерная бомба в хиросиме в общем было очень неприятно если это такая же конница то ну в общем я промолчу что у нее есть по этим что ли в саде ага значит она дает 33 процента брони сад ником вот этим вот night на литрил тут если что лимит или я не неправ а нет тут не лимит в таком случае я не понимаю зачем строить ту конницу если есть это но неважно если вы вдруг настроили очень много этой поначалу потому что ну вам как бы немного дороговато будет сразу это выходить со старта игры я имею ввиду то можно будет один отряд добавить и получить броню на так в целом наверное я бы только эту страну это конечно очень дорого 100 очков командования и 1000 денег кроме того на третьем левеле эти ребята бафают сто процентов набора опыта на минуту вашим войскам за 250 монет вы можете снизить урон от копейщиков и лучников на 25 процентов это очень полезно и за 300 монет вы можете а это просто апгрейд клинков верно да но увы если вы вдруг не знали то апгрейд клинков не позволяет вам лучше давить вот а как бы ну может быть это поможет против каких-то толстых зданий типа бараков крепости а так в целом апгрейд клинков я бы конницы не делал ну хорошие всадники и есть еще один юнит он с третьего левела этого хайден санктум скрытое святилище кажется если правильно перевожу можно всего два отряда построить это геройка за 1600 эти ребята дерутся с мечами но могут переключаться на топоры какой-то странный фетиш у разрадов а что это даст значит мечи они хороши против пехоты героев а топоры против зданий кавалерии монстров и осадных машин спорно про кавалерии монстров но против здания думаю очень полезно будет также найти ребята имеют иммунитет к страху ужасу и отбрасыванию не путать с давкой то есть видимо кавалерия все-таки может их давить на третьем левеле они могут на время врубить себе баф который даст им дополнительный урон магией а также будут отбивать часть урона во врагов которые их атакуют как король чародей где-то я это уже видел на шестом левеле они получат возможность давать на халяву все нифига себе все апгрейды вашим юнитом это очень крутой юнит мне нужно их качнуть чтобы она работала и на втором левеле они хилятся вне боя то это очень хорошая геройка и есть еще один апгрейд кажется за 500 монет сейчас я чихну погодите я буду здоров спасибо значит за 500 монет все обилки этого святилища будут перезаряжаться на 50 процентов быстрее и всадники амрота то есть эти ребята получат 33 процента опыта и когда вы это сделаете эти две обилки сразу откадешься ну не знаю мне кажется это не настолько полезные обилки 2 чтобы это делать но тут решайте сами принципе покидать иногда почему бы и нет теперь смотрим героев хотя нет давайте крепко посмотрим и вижу что новое здесь первый апгрейд разумеется у всех одинаковый я уже вам пару видео делал так что повторять не буду скидка на героев и баф второй за 600 монет вы можете получить пассивный дебаф на врагов 25 дамага и 20 брони за тысячу это хилка то есть фонтан не написано воскрешает ли он кого-либо но зато написано что герои воскрешаются на 25 процентов быстрее в этой крепости за полторы тысячи защита ныне крепость получает 65 процентов брони и появляется такой вот заборчик я надеюсь что в будущем они снова крепу переделают если вы вдруг не помните то прошлом патче там такая палка была которая в небеса уходила вот и помимо того что она была просто некрасивой она очень сильно мешала обзору теперь крепость стала красивой но она по-прежнему мешает обзору закрывает пол экрана и это очень сильно меня бесит вот за полторы тысячи вы можете сделать погодите на ночной крепости появится сильванские скауты с апгрейдом стрел кроме того этот апгрейд стрел еще и постигнет саму крепу и кроме того вы получите обилку пограничный патруль которая позволит игроку призывать 3 одиночных варды на где угодно на карте чтобы открыть эту зону увидеть невидимых юнитов и вести огонь по врагам а я просто путаю наверное с анаратом я называю этих ребят варденами кто тут варден может а вот марч варденс это галадримы почему они не галадрим может они тут все галадрим называется короче это типа т3 юниты вот и вот это вот эта обилка ну в принципе неплохо ну то есть ради этих челиков даже если бы они были сильными я бы полторы тысячи не тратил но то что она открывает местность это полезно вполне себе еще за полторы тысячи вы можете установить на крепости фонари которые замедляют врагов на 33 процента а и кстати это 33 процента максимум то есть чем ближе они крепости тем больше не замедляются но не более чем 33 процента я быть если честно это не делал бесполезная время какая-то но это я и за тысячу вы можете открыть гайденсов и ордил и это даст видимость крепости улучшит ее а также даст обилку который будет призывать свет вокруг крепости на 30 секунд который хилит ваших юнитов и дамажит ой пардон и заставляет врагов разбегаться в ужасе то есть в общем это такая тревожная кнопка если вашу крепку пытаются закрыть но мне не нравится что она от этого апгрейда открывается если бы она отдельно было доступно я бы даже не привязывал ее к апгрейду брони потому что не так уж и полезно всего лишь под за тысячу потратить отдельно то было бы очень даже неплохо вот но если вы все апгрейды на крепи сделали то это будет неплохо так тут мы можем построить значит вышку что но очевидно и какого-то эльфа с топором почему он так нравится пары вот значит вы можете а вы можете еще 150 монет потратить и это даст вам возможность призывать небольшой такой отрядик эльфов с топорами а также тут два эльфа с топорами будут ходить вокруг этой что это такое беседки и охранять и в целом может быть полезно до радиус не маленький небольшой но и не маленький средний почти на центр брода можно призвать но очень быстро заканчивается в принципе я вижу от этого профит если если например вас осаждают катапультами какими-нибудь можно на голову им повыкидывать пару этих чуваков вы же можете несколько таких пристроек сделать получается 650 вы тратите почему бы и нет катапульты посносить или допустим там противник застройку делает там статую поставил вы не можете подойти и лукари все обстреливают высадить их прямо на статую если этого возможно вроде даже в свои здания могут призывать хотя это может быть из-за того что у меня чит включен так что ну в общем вы поняли мои мысли я думаю что это неплохая фича правда слегка дороговато может она того и стоит теперь по героям а нет стойте стойте я наврал давайте посмотрим дальше здание мы можем строить input очевидно кроме того вышка у вышки есть некоторые фичи поэтому ее нужно посмотреть обязательно также зеркало галадриэль это не фонтан это апгрейдил к вот и эльфом добавили стенную башенку но она честно говоря выглядит крайне странно это малорн который защищает стена вот но вот как то вот так вот не то чтобы это было плохо просто как-то необычно очень выглядит на мой взгляд вот насчет малорна ой насчет энтмота точнее тут энты на которых к сожалению лимит почему-то и древо бород так энты хилятся вне боя а древо бород имеет лидер кунентов 50 брони кстати это работает еще и на хорнов я вам потом покажу там можно хорна вызывать и дает им 25 процентов видимости и дальности атаки это по сути одно и то же просто нужно чтобы и то и то было кроме того он умеет кричать благодаря чему энты вокруг него и хорны получают ярость на 30 секунд и быстрее на 50 процентов передвигаются с по дефолту он ходит вот так довольно неплохо кстати быстренько ходит с этим он будет ходить вот так приятно и еще можно сюда хоббита посадить насколько я понимаю у нас есть фродыч или может другого героя сейчас разберемся вот и насчет зеркала галадрии а нет насчет насчет вышки давайте посмотрим вышка стоит 600 монет кстати это весьма неприятно неприятный момент но это потому что кроме того что это вышка и вы можете улучшить инком малорнов на 10 процентов если построить ее возле них вот и получается что вы можете 3 малорна загрейдить если вы допустим возле крепа квадратом строили и потом ну как вам объяснить вот например крепа до представим что здесь 1 здесь 1 здесь 1 здесь 1 там дальше карта как бы улучшается и в смысле это не конец карты представьте допустим и на бродах там дальше идет карта значит здесь малорн 1 и и и здесь один малорн ну грубо выражаясь вот соответственно вы ставите одну вышку здесь одну вышку здесь и таким образом по 3 можно будет пробавить вот 10 процентов не густо но если вы потратите 400 монет будет 20 процентов и это уже не так уж плохо на 3 малорна давайте прикинем 20 процентов от 1 малорн он приносит 25 монет это что это пять монет с трех малорнов 15 не будем учитывать порезку экономики потому что я понятия не имею как это считать то есть это 15 монет это как если бы вы построили один малорн который не улучшенный и плюс когда малорн и получит левел вы еще больше денег получите не очень даже неплохо к тому же вы можете дополнительные апгрейды получить здесь значит за 300 монет это возможность обстреливать врагов за 400 монет понятия не имею стой вообще не понимаю что это дает а невидимость ё-моё невидимость окей за 500 монет возможность вызывать галадрим можно а вот они вышли сожалению ими нельзя управлять или к счастью может быть это даже было бы имбово вот вот такие они бродячие пацаны вот и еще за 300 монет вы можете сделать из этой вышки статую 25 25 плюс набор xp плюс иммун к страху и ужасу это очень даже круто потому что то что она невидимая если вы заранее например на фланге такую штуку поставите поставите какой-нибудь прокси барак помолитесь чтобы разработчики сделали бараки с нормальной броней чтобы они не дохли это все очень даже мощно выглядит вы накидать кучу денег в это все чтобы его защитить максимально можно было к тому же вы еще сюда гарнизон можете запихать кроме того зеркало галадриэль и три апгрейда но точнее это уже не апгрейды а куки два апгрейда и одна активка если вы ее прожмете то на 45 секунд сильван левой центре скаутс под сталкерс серийном рот и мачварденс короче это все вот эти вот ребята правильно до серийном роты 3 под сталкерс и 3 марчварденс и 3 и так далее короче все юниты из барака будут строиться на сто процентов быстрее это круто сколько ты стоишь косарь это тоже даже можно делать до постройки первого героя чтобы наштамповать кучу юнитов даже ты один это выглядит как неплохая тактика за 600 монет вы можете навсегда уменьшить стоимость всадников амрота и что такое нандор хит хаттол я уже забыл то вы и геройку на 20 процентов это круто 1280 и 800 хороший апгрейд мне нравится еще за 800 вы можете получить 25 брони малорном что даст вам огромный буст выживаемости но к сожалению это в начале игры вы сделать не сможете потому что 1800 жопа треснет столько денег тратить так с этим разобрались теперь идем по героям кольцевик фродо собственно нечего рассказывать илья уже даже его показывал шмыга тут сэм мы короче говнище но фродо дает лидерку халдеру и румилю 10 дамага 5x пм кал на третьем левеле у него есть blade мастер 51 мага 50 брони на 30 секунд чуть полезно для него наверное он слабый сам по себе на шестом левеле он получает 50 брони и дает такую же броню и не там вокруг него на 30 секунд 50 брони это очень хорошо то есть если вы его докачаете он не сдохнет то от него будет очень даже нехилая польза могу предположить что 6 лавал он по идее должен взять быстро потому что он дешевый и слабый и на восьмом левеле у него есть обилка короля чиродея которая сбрасывает все таймеры у вражеского героя не спрашивайте как он это получил подсмотрел наверное это видел как король чердей заклинания юзет и выучил его у его братана румиле есть точно такая же обилка которая дает тарафину и халдеру 10 дамага и 5 процентов опыта к сожалению это не стать что тут так написано почему я не понимаю это неужели это так много 5 процентов опыта прям имба жесть на третьем левеле у него есть стрела форамира заставляет монстров бежать в страхе от этого на шестом левеле он дает лидерку которая дает 50 процентов видимости и 15 процентов радиуса атаки всяким лучником вашим полный кал и на восьмом левеле он призывает иллюзии сельванских скаутов выбранной точке эти иллюзии не наносит урона но дебафы фражских юнитов на 33 дамага и скорости аж на целых три секунды говнище вот я бы не строил этого героя никогда не за что такие но такие мои мысли дальше и дрял не понимаю в чем прикол это же типа как созданный герой был они вы сделали постоянным ну ладно что умеет и дрял она уже полезнее чем два этих типа давайте-ка я ее может всякий случай значит первый скилл это жидкий удар или я скорее всего неправильно это перевожу но там какая-то вода нарисована поэтому ладно скорее всего мой уровень английского меня подводит и наверное имеется ввиду искусственный удар значит она бьет в цель и бьет сплэшом это все что вам нужно знать можно поставить на автокаст дамаг улучшается с левелами этого героя вот там аж нормально на третьем левеле она пассивно дает блин я к сожалению не могу из-за того что у них название сверху одно а снизу другое запомнить где какой юнит синтар под сталкерс и хендмейден сейчас я вам точно скажу так вот это вот под сталкерс а вот это по идее хендмейден нет нет это радиант мейден а хендмейден это кто вообще не понимаю может быть и радиант мейден это и есть хендмейден но для больше никого тут не вижу вообще никаких унитов больше нет так что видимо женщинам она дает лидерку тут я немного не понимаю в чем смысл ведь она дешевый герой эти ребята дорогие вначале их строить будет невыгодно может быть 600 монет для вас не выглядит так так уж и дорого вам еще нужно 2 левела заградить вы точно не сможете в них вначале играть этого мне по деньгам допустим вот эту барышню вы ее можете вместо первого героя построить вы тоже вначале не будете играть и в итоге вы получаете героя с лидеркой которые ни для кого не работает но к счастью кроме лидерки этот скилл дает вам еще и активный эффект если вы его прожмете том ваша армия немножко похилится и получит иммунитет к страху и ужасу на 30 секунд то есть как мы привыкли называть антистрах это приятно на седьмом левеле она призывает золотое дерево которое окружено эльфийским туманом ваши юниты возле этого дерева получат невидимость а враги дебаф 25 20 и их лидерки не будут работать это очень хороший скилл и его в принципе ради него наверное стоит ее брать плюс ради хилки и на десятом левеле ее кулдаун ее обилок навсегда снижены на 25 процентов ну маленький бонус вот к несчастью она очень тонкая но в принципе у нее есть полезные обилки я бы задумался над покупкой ее в качестве первого героя халдер халдер хороший ну первый скилл у него кал снова хрень которая не стачится очень жаль второй скилл получает позволяет точнее переключиться на лук с меча он доступен сразу а на третьем левеле вы получаете телепорт можете ваших челиков телепортировать а постов с одной точки в другую очень приятно можете перекидывать подкрепление можете харассить например экономику противника допустим в лейте если вы получили эту штуку открываете зону на базе противника на примере высаживаете пачку каких-нибудь челов или вообще там безумная тактика настроили невидимых женщин дали им флаги телепортировали врубили обилку закрысили крепом может может сработает вот еще клинки можно сделать но в общем такие вот пироги на шестом левеле союзники вокруг халдера получает 30 дамаг 20 брони то есть это первый ваш герой который с лидеркой значит его обязательно нужно либо первым либо вторым строить и кроме того он получит новую броню и получит усиление своей брони за счет этого на 25 процентов кроме того вы можете еще и активный скилл получить также на что в левеле который будет давать вашей армии 50 дамага и 15 скорости то есть короче качнули халдера до шестого левела профит умудрились качнуть это виде арафина до шестого левела двойной профит шикарные лидерка плюс баф на время ладно лидерка не шикарная лидерка средненькая но баф шикарный и 10 левел халдер хилится на пол своего хп с луком он получает сотку дамага на теряет 50 брони с мечом он получает 100 брони но теряет 25 дамага если вы прожали этот скилл он не может поменять оружие поэтому выбираете с умом вот ну как бы если так посмотреть то с луком он по сути ничего не получит потому что вам лично должно быть наплевать есть у вас стреляющий герой в армии в лейте или нет так как он наносит там может пять процентов от всего дамага который наносит ваша армия вам абсолютно плевать лишь бы лидерку раздавала но вот броня это уже другое дело если кто-то пытается его убить можно это убить и 100 брони он должен быть чуть ли не непобедимым с этим бафом так что в целом хороший герой все кроме первого скилла по миссии идем дальше килиборн и галадрии и больная даже не строил на этом патче он раньше был очень толстым но ничего полезного не давал для войск так что же здесь сразу же лидер к 10 процентов скорости и 50 набора опыта и резист к страху резист это не ему он держу в курсе вот кроме того килиборн пугает врагов которые находятся возле него как это работает понятия не имею но в целом но какая-то мелочь пускай будет на третьем левеле за ним будут бегать три охранника а на седьмом левеле он сможет вызывать то же самое а в чем прикол то есть еще три он сможет вызвать по ходу а вру 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 он на союзного героя сможет их кидать и теперь я понял ну может они сильно еще проверим кстати на втором левеле он вызывает один отряд sentinels of the silver 3 сейчас я вам скажу кто это без понятия кто это килими гилиад картинка это не эти по идее короче это какие-то особые лучники них 500 хп да это другие ладно но будем считать что это т2 лучники сколько у этих хп 220 а у галадри на пятом левеле к сожалению 500 ух ты это прям т3 по идее то есть короче он очень классных лукарей вызывает и эта обилка улучшается с левелами на четвертом еще мечники добавляются к этим ребятам на седьмом еще один отряд лучников и на десятом по два отряда то есть четыре отряда мечников 2 лучников 2 теперь килиборд выглядит очень даже полезно на четвертом левеле блэйд мастер дает сотку брони бьет сплэшом 30 сек юниты вокруг него теряет 25 дамага 25 брони пока у него действует мастер отличная обилка на пятом левеле он получает 33 процента брони навсегда и его атаки теперь и наносит урон от магии на седьмом левеле заливает опыт серьезно ну клёво заливает опыт на седьмом левеле передавайте качнем его и посмотрим что это за челы или мегир у них по 500 хп то есть это же те же которые вызываются до встречи лика будут выбранного вашего героя охранять и его они охраняют ну не знаю в чем прикол но ладно пускай будет это как бонус типа это не навсегда на 45 секунд баф на героя если что вижу в курсе и галадриэль выглядит как кусок говна если честно я к сожалению ее обилки не читал она просто за 5 секунд каждый раз умирала когда-либо у меня либо у противника появлялась поэтому я не успел прочувствовать ее мощу она на старых патчах очень большой сплэш имела видимо его понерфили а я сейчас ее нет и сначала в мобилке почитаю потом покажу значит волонтир на первом левеле сразу же и видимо если вы кинете этот скилл на вражеских юнитов то у них отрубится лидерки и они не смогут получать опыт неплохо да можно юзать на врагов на третьем левеле у нее лидерка все герои вокруг нее быстрее набирают опыт на 50 процентов и их билки когда 6 на 25 процентов быстрее но если это стачится с и дриал то она будет чаще хитящ на 50 процентов и добавки так чаще может быть это полезно не понимаю зачем дорогущему герою качать опыт дешевых героев которые раньше чем он появится и соответственно быстрее прокачаются но в целом когда шка это норм кроме того у нее еще пассивный дебаф вражеские герои и герои и героические юниты теряет 25 процентов дамага ну тоже маленький бонус не то чтобы мне лично это хотелось в бою получить но если есть то пускай будет на том же третьем левеле она может стоп я не понимаю это работает а все я понял это просто описание вначале и что она начинает светиться и отбивает часть урона который по неё по ней наносят в течение 20 секунд прям как король чародей где-то я уже это видел вот а также враги убегают в страхе то есть короче это пугалка который активирует отдачу урона сейчас я ее прожму я просто хочу прочитать если вдруг скиллы улучшаются какие-то прежде чем дам ей уровень на шестом левеле лидерка на здании 50 брони и с активным эффектом если вы укажете в свое или вражеское здание то она ничего не сможет производить но получит имунг дамагу на 30 процентов союзники возле этого здания полностью исцеляться и на время получит аж 150 брони на 30 секунд это крутая обилка поможет спасти крепу похилить вашу армию по идее это должно работать на это дерево а видимо мы можем это все все по идее мы можем это кидать куда угодно не обязательно на дерево так как она светится белым предположим и на девятом левеле у нее ульт типа как blade master она получает 50 брони 300 дамага по зданиям и и атаки и становятся дальними кроме того еще и увеличивается сплэш работает это 30 секунд по идее хороший скилл должен быть да 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 можно кидать а нет можно кидать на зону но она не сработала еще раз может я перепутал этого эффекта же не было возле дерева не было и все-таки нам нужно дерево но комбинируем с и дреал полезная штука вот теперь давайте посмотрим на наших подопытных гоблинцах как она атакует но она вроде зато дешевле стала там 2 900 карте на нее потратил то есть может ее при желании даже первым героем можно строить но не знают типа что вы такое полезное от нее получаете ближнем бою она толком не живет она бьет ближнем бою полезная действительно полезная белка это вот это вот пугалка еще как-то может зайти но я бы лично выбрал лидерку вот как она бьет спешу это ужас просто в сравнении с тем что было ну отойдем вот это очень хороший сплэш да ульт у нее тащит рауль только что 30 секунд но это другое дело еще я не понимаю почему она не является кольцевиком например уизина здесь кольцевик саруман ведь галадриэль по фильму брала кольцо ну смысле могла бы взять она буквально говорила что станет злобной типа сучкой почему-то вместо этого где-то конченые фроды но так у нее супер слабые даже пауки не дохнут с одной тычки они вообще немощи такие дела в общем хочу выразить свое недовольство по поводу галадриэль но килиборн красавчик халдер красавчик и дриаль ну что-то типа я бы ее до кучи построил и по идее еще вот это место героя можно делать почему бы и нет ну что ж переходим к палантиру палантир задница разрывающий у лотлориэна самый имбовый первый тир который я только видел значит начинаем слева направо ворчант как у всех сейчас он одинаков стан на 4 секунды мгновенный от него невозможно увернуться вы наверное сейчас ослышались поэтому я вам повторю стан в первом тире сразу же работает камон ну это было еще на старых патчах но это такой бред и обстрел который дебафает 25% брони угадайте что делают большинство игроков за лотлориэн здесь кидаем дебаф кидаем стан и челики получают дамаг если это орки гоблины ваншот большинство юнитов первого тира тоже дохнут но не все правда и еще дебаф получает короче я бы брал все три скилла первого тира теперь второй тир подарки лориэна подарки немного странноватые я здесь почти ничего полезного не заметил и так по очереди если вы кидаете на галадриль то свет валенора дамажит врагов свет валенора это пугалка вот и это по идее полезно но я не знаю как сильно она дамажит ну по идее мы можем на паучках сейчас затестить кстати вот она убивала их с двух атак может быть если это будет дамажить ну и в смысле если это будет их ваншотить то по идее побилка полезная к тому же она 10 левела то есть она на десятом левеле пауков не может ваншотнуть охренеть если вы кидаете на килиборна он будет давать лидерку 33 процента брони это очень хорошо и дриал сможет не только хилить но и воскрешать этой обилкой это как бы тоже полезно но камон это второй тир то есть вы же не будете ради этого его брать правильно для такой мелочи даже лидерка на 33 брони это как-то слабовато для второго тира ну у других фракций вы можете просто построить героя он будет вам давать там 33 33 урон броня и так далее а тут почему-то такого нет но тут еще будет кое-что интересное если что так значит смотрим ну дот долго? нет меньше одной атаки и это десятый левел я полагаю что если я например на третьем левеле ну предположим что ко второму тире я вышел в галадрии получил третий левел за это время и не и она не не сдохла это мусор это не стоит очков и что вот халдер вот это мне больше всего понравилось резист к отбрасыванию и давке не ему настаиваю резист то есть конница будет меньше урона по вам наносить кидаем на халдера стоим в лукарях звучит очень даже неплохо вот румиль может застанет вражеского героя на 10 секунд при помощи стрелы я полагаю вот этой вот да звучит неплохо по факту не нужно герои сыпятся от дорогих лукарей очень очень быстро некромант в долгулдурье за два залпа моих лучников лег он самый дорогой герой там то есть поэтому типа это бесполезно и древобород получит пугалку которая застанет врагов заставить врагов точнее разбегаться именно вот этот рор вот в целом это неплохо но так как это нужно для того чтобы ваши энты быстрее бегали то не совсем понимаю какой смысл будет оставлять обилку для спасения древоборода ну я предполагаю что пугалка это для того чтобы копейщиков отогнать если они или кого там кто вообще дамажит от энтов не знаю по идее все чтобы не убили вашего древоборода но так как вы будете энтом раздавать эту штуку то она будет в хд поэтому тоже мало полезным и того у нас остается значит халдер первым если мы если вы будете играть в эту обилку я бы кидал на халдера первым на килиборна вторым либо наоборот в зависимости от того если халдер умрет ну и потом кинуть на ядриал потом на галадрии когда уже обилка будет кд ну просто чтобы она не проставила следующий скилл призыв трех отрядов разных отрядов странно прозвучало еще какое то дерево которое не пропадало у меня в бою а это короче лихолесы это ужасные юниты но может чем то вам помогут еще один скилл который я не понимаю нафиг он нужен в общем мы призываем статую Нимра Дель внутри фонтана ваши юниты если стоят возле этого фонтана получают иммунг дебаф кроме того эта штука увеличивает инком с ваших малорнов на 25% кроме того у нее есть обилка которая позволит ремонтировать ваше здание то есть вы устанавливаете значит она дает бонус вот такой вот ну теоретически тоже 3 малорна можно забафать можно починить здание если вдруг что но беда в том что лимит одна штука и давайте теперь подумаем неужели вам так важно получить иммунг дебафы я сомневаюсь что дебафы тут стачатся то есть вы можете это использовать например там какой нибудь назгуль влетает у вас можно это кинуть чтобы ваши лучники допустим пожили подольше или не знаю кто то еще закинул дебаф смысл есть но скорее всего вы будете эту штуку ставить для того чтобы бафать ваши малорны а значит если вам понадобится иммунг дебафом по какой то странной причине вам придется сносить эту штуку нафиг тогда это нужно то есть вы маленький бонус вот этот иммунг дебафа получите ценой потери бонуса экономического неплохого то есть если на 3 малорны это 75 если возле этой вышки то этого прям вообще шикарно будет работать 45 на каждый малорн это очень много денег и в итоге ну и как я себе это представляю скорее всего вы будете это ради экономики использовать а значит у вас обилка которая ничего не дает вы один раз ее поставили и все она пустая вот как то очень грустно ну и хорн это хорн выглядит забавно мне в чате писали что это дичь но честно говоря мне нравится прикольно сделано такой типа маленький кракен бегает он дамажит врагов у него есть обилка значит если он если вы ее прожмете точнее то он получит 300 брони но не сможет двигаться но зато у него сплэш улучшится это типа как закопочка кроме того он хилится вне боя хорн призывается навсегда что приятно жрет 50 очков командования вроде как лимита нет то есть вы можете их настачить есть одна проблема я его вызвал он ни до кого не добежал я таки не понял как он атакует его убили сразу же вот поэтому может его на здание надо кидать чтобы их он дамажил в гущу врагов я закинуть его не мог игра не позволяла то есть вызывать где-то отдельно его надо было но зато хотя бы выглядит прикольно так что наверное плюс вот ну и если сравнивать то ну так как я бы играл во все обилки первого тира то наверное можно с любой начинать то но по идее брать его это мне не нравится ну мне кажется это самая полезная обилка второго тира это вот но мне она не нравится потому что там два отряда лучников и только один отряд мечников если бы там было три отряда мечников я хотя бы мог бы кидать это на экономику противника а так что я этим скиллом должен делать я лично не понимаю то же самое ну кину я например противнику в спину чтобы его окружить а там два т1 лучника они вздохнут за секунду и по сути это призыв одного отряда мечников полный кал какой-то вот если я каким-то чудом быстро качнусь до второго тира если там буду очень сильно выигрывать например я стартанул с варчанта и мы там с противником несколько раз разменялись и он все стычки проиграл и вуаля у меня уже 10 очков мы бы я это возьму потому что как пока у него т1 юнит то эти ребята еще более-менее норм будут сражаться а так и получается что самое лучшее обилка эту хорн я таки не смогу в бою посмотреть насколько он хорош вот это полный кал вот и получается что на втором месте это если я старту с холдера то я бы взял для него чтобы был резист выйти сработает вот ну получается что если я через это играю то у меня по сути никакого второго тира нет а и один еще момент я не могу сразу это на холдера кинуть а то вы сейчас наверное подумали что я вам затираю какую-то хрень ведь типа если я беру обилку кидаю на холдера получить сразу резист отклониться это прикольно да к сожалению чтобы он работал вам нужна вот эта обилка 6 левел а холдер не так быстро качается вот то есть его еще придется качнуть поэтому получается что второй тир который ничего не дает ну вот у килиборна лорд галадрим это первое да да то есть килиборн сразу получит бонус так что возможно если вы килиборна первым героем делали то есть тогда смысл брать подарки вот третий тир призывает двух орлов тут все понятно в принципе добавить нечего мне второй из кем погодный эффект станет на 15 секунд еще и бонусы дает значит ваши герои и юниты получают резист к магии и элементальному дамагу на 30 секунд 50 процентов это должно быть очень полезно потому что элементальный урон это огненные стрелы это должно быть очень полезно но не знаю как оно на деле работает да и всякие там магические стрелы то же самое вот кроме того вражеские герои теряют 20 скорости 15 брони на 30 секунд это фигня но в целом то что она дает броню и еще и станет это очень крутой погодный эффект и третий скилл вызывает зону на 60 секунд зону силы ныне значит все ваши юниты медленно исцеляются воскрешаются получают 150 брони и иммунитет к страху и ужасу а все здания получают 50 брони и со временем исцеляются то есть это обилка галадриэли я не понял в чем прикол это просто обилка галадриэли в третьем тире мы получается можем два раза ее юзать но она полезная по идее и вам не нужно ее на дерево юзать кажется еще и зона большая это очень хорошая обилка 150 брони как никак окей получается еще больше смысле через хор наиграть и ульты теперь обе ульты у лориана хороши раньше были говном значит первый ульт туман токсичный он дамажит немного юнитов ваши юниты в нем невидимыми становятся а враги помимо того что получают дамаг еще теряют 25 дамага 50 скорости и 20 брони кроме того это режет все лидерки давайте затестим на пауках как оно будет работать ой игра не подводи меня я был не прав что ли не 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 может быть что пауков какой-то иммун волковарги очень странно ребят придержите эту мысль мы сейчас ее затестим мне кажется у меня какой-то баг дамаг оно должно я не верю что разработчики настолько аутисты оно должно дамажить сто процентов иначе ну это же говно это первый тир минус 25 дамага 50 скорости и 20 брони это ну скажем второй тир ладно не может быть такого и вторая двадцать пятка это водоворот она точно дамажит да дамажит кстати здание сильнее чем юнитов тут так написано вот ну нормальная двадцать пятка по идее не знаю так теперь для закрепления вроде я вам все показал давайте-ка попытаемся поиздеваться над каким-нибудь ботом ну-ка а да у меня был баг все челы реабилитированы подождем это т2 юниты вроде были у него о пятые левелы да по идее нормально дамажит правда это я два уже заюза сейчас о вот эти вот эти так первые левелы кину бежат бегают точнее медленно не могут выйти из зоны да пойдет и кажется лидерки же отрубает да то есть за счет лидерки противник не сможет задефаться от этого хорошая двадцать пятка обе двадцать пятки хорошие я бы наверное даже сначала бы эту бы брал но если вы его так играете то разумеется эту ну все спасибо что посмотрели пишите ваши мысли в комментариях может вы со мной не согласны может я зря хейчу а также какие фракции хотите увидеть тоже пишите возможно я прислушаюсь спасибо 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 спасибо